1 января 2022 года изменился порядок предоставления компенсации за оплату жилых помещений и коммунальных услуг льготным категориям граждан. Теперь основанием для приостановления выплат, компенсирующих расходы на ЖКУ, является вступивший в законную силу судебный акт о наличии задолженности за последние три года. Такую информацию полномоченный орган будет получать автоматически из государственной информационной системы ЖКХ. Ранее граждане самостоятельно предоставляли сведения об отсутствии задолженности и выплаты, приостанавливались независимо от срока давности долга. Компенсация – это возмещение произведенных гражданами расходов, связанных с оплатой жилого помещения и коммунальных услуг. В соответствии с ЖКХ, плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10 числа, если другой срок не установлен договором управления многоквартирным домом. Отметим, если вы несвоевременно оплатили квитанции, например, за последний месяц, компенсация за несвоевременно оплачиваемый месяц не придет.